Привет! Как здорово, что ты смотришь это видео! Хочешь выучить 7 новых букв? Так покажи, как хорошо у тебя уже получается читать. Пожалуйста, прочитай эти 10 предложений вслух. Анне-сист-ам-сей. Дас-сист-аннес-тассе. Ди-сонне-сист-да. Eine Rose ist rot. Das ist ein Rasen. Udo ist ein Riese. Das ist Omas Tee. Das ist eine Tanne. Ina ist meine Tante. Diese Dame ist meine Oma. Супер! У тебя уже отлично получается! Как здорово, что ты так старательно занимаешься! Приготовься! Сейчас мы приступим к новым буквам. Я снова напишу обе буквы, большую и маленькую рядом, чтобы ты сразу мог с обеими познакомиться. Как по мне, большая буква Б выглядит как прецель, а маленькая как прецель, от которого откусили кусочек. Итак, слова, которые начинаются с буквы Б. Баум, Bein, Boden. Вторая на сегодня буква – это Ф. Эта большая буква напоминает мне фаны – флаг. А маленькая напоминает мне фаненмаст – флагшток. Вот три слова с буквы Ф. Третья буква на сегодня – это Г. Здесь я представляю себе сад или огород. Garten по-немецки. Вокруг него забор и вход с одной стороны. Маленькая буква Г напоминает мне Gartenschlauch – шланг для полива растений. Как ты считаешь, можешь ли ты так запомнить букву? Или, может быть, у тебя есть другие идеи? Если есть, напиши нам и расскажи о том, как ты запоминаешь буквы. А сейчас три слова с буквы Г. Четвертая буква К. Большая буква К выглядит как мужчина, который занимается карате. А маленькая буква К выглядит как мальчик на занятии по карате. Три слова на букву К. Крепс, кугель, карта. Пятая буква, которую мы хотели сегодня пройти – это буква Л. Большая буква Л выглядит как лежак. А маленькая буква Л выглядит как латте – доска. Для этой буквы у нас тоже есть три примера. Лама, Лаус, Лебен. Еще две буквы остались на сегодня. Шестая буква П. Маленькая буква П выглядит почти точно так же, как и большая. Когда я вижу эту букву, она напоминает мне Пфайфе – триллапфайфе или свисток. Вот три слова с буквы П. И седьмая буква, последняя на сегодня – это буква В. Здесь тоже маленькая буква выглядит как большая. Как ты думаешь, буква В напоминает волну? Представь, что кончик посередине буквы В – это волна, на которой можно кататься на серфе или прыгать. Для буквы М у нас тоже есть три примера. Вот. Васса. Вэлле. Итак, вот все буквы, которые мы сегодня прошли. Б. Г. К. М. М. Достаточно сегодня. Сделай сейчас перерыв и поиграю в какую-нибудь классную игру. Посмотри это видео еще раз перед сном и завтра с утра. Затем расскажи трем детям или взрослым, какие буквы ты прошел и как ты можешь их запомнить. Если все получилось, то ты готов приступить к следующему видео. Там ты научишься читать слова и предложения с новыми буквами. Желаю тебе успехов и до новых встреч. Пока-пока. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok